Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре наушники от компании KINER. Называются они SELEST VIVERN CIN. Это наушники на одном LCP динамическом драйвере. Технические характеристики 20 Гц, 20 кГц, чувствительность 105 дБ и сопротивление 32 Ом. Очередные наушники из семейства VIVERN. Это такие типа дракончики. Смотрим. Выглядят они симпатичненько. Синий переливающийся корпус. Есть еще в зеленом цвете. Кабель, конечно, так себе. Идет он с микрофончиком. Можно выбрать без микрофончика. Наверное, это будет лучше. Хотя кабель, конечно, лучше всегда менять. Амбушюрки я сюда поставил свои собственные KB07. Хотя в комплекте идут непозорные и вполне приемлемые обычные амбушюры, которые можно с такого класса наушниками использовать. Но поставил я сюда именно KB07 для того, чтобы сравнить с VIVERN ABYS. Здесь тоже KB07, то есть одинаковые амбушюры. Разные кэш-кабеля, но какой-то большой разницы в кабелях, наверное, нет. Хотя серенький кабель вроде как выглядит просто посимпатичнее. Но сравнение сделаем чуть позже. А теперь давайте поближе посмотрим на эти наушники. Через корпус видно, как просвечивает динамический драйвер. Вот он здесь установлен под углом к звуководу. В звуководе идут крупные сетки, довольно-таки крупные, которые не особо препятствуют проникновению звука в ваш ушной канал. То же самое и с KINERA CELEST VIVERN ABYS. Все они VIVERN. Кабель имеет джек 3,5. Понятное дело, тут балансом никто не стал заморачиваться. Все-таки это такая очень бюджетная категория наушников. Фейсплейт и KINERA делает симпатичные. Как будто смешали различные краски. Металлика, перламутр, глянец и все это перемешали. И, конечно, это да, это очень красиво. Эргономические наушники очень комфортные. Они идентичны по внешнему виду. Отличаются только вот именно оформлением визуальным. Наушники практически ничем не отличаются от модели VIVERN ABYS. Звук практически идентичен. Да, небольшая разница в них, конечно, есть. Но она в том-то и дело, что небольшая. По сути, это одни и те же наушники под разным названием. И с разным внешним оформлением. А сейчас перед вами АЧХ Виверн Цинь. Низкие частоты плавно заходят на нижнюю середину. И в области 300 Гц образуется полочка небольшая. Практически без какого-то особо ощутимого провала. Она идет до 1 кГц и поднимается где-то приблизительно на 2 кГц. То же самое мы можем наблюдать с настройкой у VIVERN ABYS. Это АЧХ Виверн Абис, как видите. То же самое. 300 Гц. И идет дальше подъемчик на 2. Но вот только здесь меня смущает одно но. Как мне кажется, здесь интереснее в плане середины, верхней середины звучит VIVERN Цинь. Здесь она более какая-то акцентированная, более серединка, более такая поднятая. И здесь она чуть-чуть приспущенная. На АЧХ это особо визуально незаметно. Но на слух ощущается, что VIVERN Цинь немножко более верхне-серединистые. У них чуть-чуть более, ну не то чтобы воздушные, но чуть более легкая что ли ощущается АЧХ. Дальше по верхам они плюс-минус одинаковые. Да, у них есть спады, у них есть обрезка верхних частот. Но тем не менее, звучат они очень прилично. Как я еще в обзоре на VIVERN ABYS отмечал. Довольно хорошая настройка, несмотря на все эти якобы страшные провалы по верхам. Однако звучат они довольно прилично именно на свой ценник, на свою ценовую категорию. Однако стоит обратить внимание, что для любителей тяжелой музыки, рока какого-то металла, где электрогитары больше и ярче выражены, все-таки, наверное, предпочтительнее взять VIVERN Цинь. Потому что у них верхняя середина чуть приподнята, верха чуть-чуть. Ну, именно по сравнению, опять же, с VIVERN ABYS. Хотя на графике этого не видно особо как-то, вообще практически они не отличаются. Тем не менее, на звук VIVERN Цинь она более интересна для рок-музыки. Хотя разница там тоже не настолько как-то ощутима, не настолько она большая. Но разница вот эта маленькая, тем не менее, она есть. И также хочу дополнить. Если вы уже купили VIVERN ABYS, нет никакого смысла переходить на VIVERN Цинь. Но, если вы выбираете из бюджетных наушников, именно красивеньких и удобных по посадке, что взять, я обращу ваше внимание на следующее. Если вы больше слушаете фолк-рок, больше слушаете каких-то ярко выраженных гитар, чего-то подобного, то, наверное, лучше все-таки остановить свой выбор на VIVERN Цинь. Если же вам хочется чуть-чуть как-то, наверное, по акцентировании на низах, чуть-чуть потемнее, наверное, какую-то нижнюю серединку, более музыкальную, смягченную чуть-чуть, то тогда VIVERN ABYS. В действительности же, что VIVERN Цинь, что VIVERN ABYS, они практически никак не отличаются по своему звучанию. Вот это вот звучание, что я говорю, больше серединка, больше рок-музыки, это лишь в нюансах. Если на каком-то совсем недорогом простеньком источнике ее слушать, разницы между ними не будет вообще. Вот эта разница между ними ощущается на хороших, дорогих источниках, которые способны вытащить, выжать все-таки из них какую-то особую разницу. Вообще, если их сравнивать на каких-то максимально простых источниках, на каком-то смартфоне или на каком-то максимально бюджетном свистке, то разницы между ними можно даже не уловить. Эта разница будет ясна лишь на каких-то хороших, дорогих источниках. Но я не думаю, что кто-то будет покупать наушники за 2700, за 3000 рублей для плееров или для ЦАП-усилителей стоимостью там 700 плюс баксов. Поэтому особой какой-то, да и даже не особой, в действительности разницы не будет. Купите ли вы ЦИН, купите ли вы АБИС, смотрите по внешнему виду, что вам больше нравится, то и берите. Если вы именно склоняетесь к бюджетному приобретению, то либо эти, либо эти, все равно какие вы возьмете. Но если прямо у вас такая бюджетная аудиофилия взыграла и хочется выделения серединки чуть большего, наверное, то тогда ЦИН. Если хотите более смягченный и какой-то, наверное, сбалансированный по НЧВЧ звук, то все-таки АБИС. Ну а еще раз, разницы между ними какой-то нет, прям такой, чтобы заметный, чтобы одеть и ахнуть. Вот эти так играют, а эти так, да нет, они в принципе идентичны по внешнему виду, по форме по своей, так и по звуку. По большому счету в этих кабель чуть поинтереснее. Но опять же, на слух как-то это особо не сказывается, поэтому просто он поинтереснее, он как-то поплотнее, что ли не такой жиденький. Этот черный вроде как пожиже будет, но и как пожестче. Какой-то разницы в них нет по сути. Что здесь 3,5, что здесь, да, только фурнитура отличается. Здесь металлическая с красивыми надписями, здесь просто самая дешевая, пластиковая, прорезиненная. Ну, по сути, все равно на самом деле, потому что это, еще раз, это просто максимально бюджетные наушники, которые стоит купить при ограниченном бюджете. При этом они будут неплохо звучать, непозорно, не стыдно. Они даже немножко, наверное, с какой-то мере проявляются в какой-то там легкой-легкой аудиофилии. Можно поиграть в какого-то миломана аудиофила, попытаться повыслушивать в них какие-то нюансы. Конечно, ничего особо такого там не будет, но, тем не менее, эти наушники непозорные, не заставят вас рыдать в подушку о бесцельно потраченных 30 долларовах. Да и вообще, на игровых стримах вы ко мне приходите, иногда задаете такие вопросы про наушники, про источник. Вот хотелось бы в очередной раз уточнить. Приобретая какие-то дорогие наушники за 500 баксов, к примеру, вы можете не получить от них желаемого звука, потому что к наушникам необходим еще и источник хороший. Следите за тем, чтобы ваш сетап был сбалансирован. То есть, хороший ЦАП-усилитель, хороший кабель, хорошие амбишуры, хорошие наушники, тогда это, скорее всего, может заиграть на свой максимум. Но если вы возьмете дорогие наушники и подключите их к какому-то дешевому ЦАП-усику, к какому-то недорогому совсем плееру, вы не получите даже, наверное, 50% звука, за который заплатили. Поэтому вот такие вот наушники будут оптимальным решением для какого-нибудь плеера типа Дигма, какого-нибудь Декспа, какого-нибудь смартфона. Вот это вот будет хорошо сочетаться. Еще обращу ваше внимание по поводу усовершенствования наушников. То есть, их можно апнуть, поставив сюда те же Тера и Кларион, поставить сюда кабель лишуер не было, но тем не менее, при хороших амбишурах и при хорошем кабеле вы лишь совсем незначительно улучшите звук этих наушников. Потому что самое все-таки главное, это вот сердце наушников, это динамик. Что здесь способен выдать этот бюджетный драйвер, то он, по сути, и выдает. Поэтому этот кабель и те амбишуры, которые идут в комплекте, в принципе, вполне оправданы. Это бюджетные решения, которые можно приобрести для не особо требовательных, либо начинающих меломанов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чешите яйки. С вами был Рома ДВД, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok